В эфире телеканал Ауркин Медиа Новости, в студии Фариза Досполова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Республиканский челлендж. В выходные балхашцы вышли на уборку снега. Лыжню. В балхаше прошли спортивные гонки на Кубок Акима. Готовился в течение двух месяцев. Как только я услышал, что будет соревнование. В 2020 году в балхаше начнется строительство семи многоквартирных домов, в том числе реконструкция нежилого помещения. Новое жилье появится за счет частных инвестиций. Меморандум о взаимном сотрудничестве на строительство домов Аким Палхаша подписал с пятью предпринимателями. За два года силами застройщиков в городе появится семь многоквартирных домов, в том числе реконструирует нежилое помещение. Больше 160 квартир планируют построить на улицах Ленина, Бокиханова, Сифулина и квартале Сванкулова. Мы обязуемся в ближайшие два года сдать эти два дома. Но со своей стороны Акимат города Балхаш гарантирует подвод инженерных сетей и дальнейшее финансирование обустройства построенных домов. Строительство в Балхаше мы планируем начать весной. Как только будет утвержден проект, также оно будет в госэкспертизу. Коммунальные службы города продолжают отчитываться перед населением за 2019 год. После микрорайона Конрад и станции Балхаш руководители организации встретились с жителями города во дворце школьников и в 7-й гимназии. Говорили не только об итогах, но и о планах. Встреча началась с отчета организации Сужилутранс. В 2019-м ее работники провели капитальный ремонт тепловых сетей и насосных установок, заменили трубы на магистральных сетях города. В этом году планируется заменить около 10 тысяч метров магистральных и квартальных сетей. Кроме того, проведут изоляцию труб. По ремонту приборов учета произведена работа на сумму 5 грн. синге. В прошлом году предприятие Балхаш-Су заменило больше 3 км водопроводных и 300 метров канализационных сетей. Обновили около 70 запорных арматур, восстановили 4 км поливной системы. Подвал вообще идет, посмотрите, если не видите, почему собрание не откроет. По поводу 3-24-го. Я только что сказал, что на этот год у нас заложен ремонт канализационных сетей в размере 3 км. В том числе, эта улица у нас получается по Рыскулова, начиная от Щербакова и кончайка Држанова. То есть, этот ремонт мы в этом году произведем. По словам руководителя компании Балхаш-Энерго, в 2019-м на электрических сетях было 3 аварии. Также заменили светильники, кабеля, лампы и провода почти на 95 млн. тинге. На встрече жители города спросили про освещение на рабочем поселке, на улице Алимжаново и квартале Сванкулова. Трансформатор поставили, сейчас никаких обрывов, ничего нет. Провода заменили на кабель тоже. Работа идет, не видно. Вам просто хочу, спасибо за вашу работу. В выходные волонтеры и молодежь города и госслужащие вышли на уборку снега. Поддержал снежный десант и глава города. Всех участников разделили по участкам. В Балхаше на расчистку вышла молодежь и администрация города. Они убрали территорию у четырех социальных общественных объединений и у 15 домов одиноких пенсионеров, ветеранов и людей с ограниченными возможностями. Заснежные участки на станции Балхаш и микрорайоне Конрад вышли убирать госслужащие и работники коммунальных служб. Мы в составе активной части молодежи, проявляющих высокую гражданскую позицию и сознательность служащих, работников предприятий, вышли на акцию по очистке снега в местах, в которых необходимо провести эту работу. В пользу случаем благодарю всех за участие. Эстафету по уборке снега Карагандинская область получила от столичных жителей. В выходные челлендж поддержали около тысячи балхашцев. С территории вывезли больше 50 тонн снега. В выходные свой 80-летний юбилей отметил почетный житель Балхаша Владимир Григоревский. Юбиляра поздравили градоначальник Ураста Урбеков, коллектив «Казахмыс Смелтинг», депутат Маслихата и ветераны города. Владимир Александрович начинал трудовую деятельность в 1960 году в Тресте при Балхашстрой. Там он трудился около 50 лет и поднялся от рабочего до руководителя производства. С 1990 года был председателем Балхашского городского совета народных депутатов, заместителем Акима Балхаша. Владимир Григоревский внес большой вклад в строительство и развитие города. В Акимате юбиляру вручили цветы и памятные подарки. В свою очередь именинник поблагодарил всех присутствующих за оказанное внимание и теплые поздравления. Для меня это большая заслуга. Для меня вообще-то это радость, счастье, будем так говорить, что меня еще до сих пор не забыли. Спасибо. Балхашские дети могут развивать процесс восприятия со специалистом. В реабилитационном центре «Олькенжурек» родители детей с особенными потребностями познакомились с занятиями по сенсорной интеграции. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Развивающая программа помогает людям осознавать свои действия и эмоционально реагировать на окружающую обстановку. Создает основу для обучения и поведения в обществе. Для проведения сеансов терапии в сенсорные комнаты центра приобрели качели-платформы, гамак, утяжелители, тактильные дорожки и другие оборудования. В общественном объединении «Олькенжурек» занятия будут проходить три раза в неделю, в зависимости от индивидуальных потребностей ребенка. Уроки могут посещать все дети города. По желанию, на платной основе. Как проходят занятия? Занятия у нас проходят в игровой форме. Основной метод нашей следования за ребенком. Мы смотрим на то, что нравится ребенку и встраиваем свои задачи внутрь процессов. Это на самом деле с виду очень веселый процесс. У нас есть качели, карусели, мы используем гамаки, у нас есть балансиры, мячики тактильные. В Балхаше прошли лыжные гонки на Кубок Акима. Студенты, школьники и взрослые вышли покорять разные дистанции. Соревнования прошли на подготовленной трассе возле Вечного огня. Кто пришел к финишу первым, узнавали корреспонденты Оркенмедиа. Ученик пятой школы Айбон Рахимов лыжным спортом занимается с 13 лет, но на лыжную дистанцию вышел впервые. К забегу школьник подготовился основательно. Надел удобную одежду, а после старта сохранял один темп и следил за дыханием. Думаю, что победил благодаря хорошей подготовке. Готовился в течение двух месяцев, как только я услышал, что будет соревнование. После покорять лыжную трассу вышли девочки. На дистанции 2 километра среди школьниц первая финишировала ученицей школы-лицея номер 17 Валерия Северюхина. Девушка два года занималась биатлоном. Благодаря опыту и стараниям ей удалось завоевать золото. Нужно иметь терпение и хорошую дыхательную систему, наверное. Я себе цель поставила, я ее выполнила. В этот день свои возможности проверили школьники, студенты и представители разных организаций. Самыми быстрыми признали студентов гуманитарно-технического колледжа. Отличились работники завода и Дю США. Лучшими среди учителей стали преподаватели девятой школы и седьмой гимназии. Победителям лыжных гонок вручили кубки Акима города. Акмарал Кладбекова, Фаризат Усполова, Ержан Бекенов, Уркин Медиа. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас ежедневно в эфире в 20.15. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин